привет привет сообщество сегодня я хотел поговорить о таком ноже это фонтоне hb01 производство компании фонтоне дизайна виллем и харси ножек компании фонтоне подразумеваясь как тактический ну или правильно наверно будет сказать вдохновленный тактическими задачами по написано в каталоге собственно немножко сухих фактов ножек довольно крупный довольно тяжелый то есть это 105 миллиметров на клине 240 миллиметров общая длина практически 170 грамм практически он весит без малого титановый лайнер и g10 на рукояти 30 на клинке титановый клипс сделан нож очень-очень приятно сейчас наша борьба с фокусом закончится закончился посмотреть то есть что он может достаточно красивый на клине форма клина такая породистая при этом не отягощенная какими-либо извращениями титан сделано все аккуратно все сделано достаточно приятно отверстие для темляка вполне себе вменяемо чего буду туда засунуть легко вот но прежде чем собственно говорить об этом ножи хотелось бы немножко с общего начать это именно компания фонтоне серенца фонтоне в 1980 году основал компании в италии насколько я понял могу здесь ошибаться он и до этого работал с ножевыми достаточно крупными компаниями при этом уже будучи руководя компанией сотрудничал с очень серьезными дизайнерами такими как поп логуре с крис рим и на сенькевич от последнее время и соответственно или он херси отдельно хочу вот все таки отметить момента бобби логуре с просто как бы я когда он знал что фонтоне довольно плотно с ним работали мир его праху нет момент очень импонирует потому что боб лоулис это тот человек который для ножевого мира сделал очень многое и это тот человек который первую очередь практик же во вторую очередь дизайнер скажем так так вот а вильяме херси да харси простите это человек тоже далеко не последний лицо на живом мире ножевые мастера за регона чтобы было понятно насколько человек выбирается в ножах наверно одна из самых знаковых его моделей это фолдер выпущенный компанией гербер в 1996 году это вильям харси я сделал сотрудничестве с рексом апплгейтом апплгейт фэйбарн фолдер то есть я думаю с этого момента уже можно как бы не задавайте вопрос насколько вильям харси понимает ножа понимает очень очень хорошо собственно говоря переходя к ножу могу сказать лишь одну нож мне очень и очень понравился просто очень понравился вообще как бы скажем так почему очень когда мне говорят слово тактический нож об этом знают практически все мои постоянные зрители которых наверно мало осталось но тем не менее когда мне говорят тактический нож меня так немножко перекрашивает потому что когда мне это говорят я Я вот перед собой, перед глазами вижу такой вот кусок металла, издали напоминающий нож, да, который падает в обморок, при видишь ноги циркуля и желание померить его сведение, да, то есть хотя вот там можно и рулеткой померить это сведение, в принципе, на тактических ножах невезозвездной фирмы Толеранс, да, вот. Но тем не менее, поэтому как бы от ножей там мало, а с учетом того, что есть такая хорошая поговорка, сейчас не буду вспоминать, кто ее сказал, просто я думаю, ее все слышали, звучит она примерно так, чтобы на поле боя вступить в рукопашную, то бишь на живую схватку, это надо потерять автомат, пистолет, ремень, гранаты и встретить второго такого же идиота, да, то есть как бы, все-таки мое мнение, что в настоящее время нож таки больше резать должен, чем... Ну, ладно, это все теория и лирика, это мое восприятие, и поэтому как бы перейдем дальше непосредственно. Что мне очень понравилось в этом ножа сразу хочу сказать. Это, кстати, отмечено в обзоре на Ганзе, точно не буду врать, имя автора обзора, потому что боюсь обидеть человека, но в описании ссылку я оставлю, борьба с автофокусом продолжается, посмотрите на эти насечки. Жесткач, да? Теперь давайте попробуем это сделать вот так. Видите, что они здесь? Это изумительный баланс между назличием носящих и их, скажем так, жесткостью. Они безумно деликатны. То есть, когда вы будете работать по сыру, колбасе, помидорам и прочим, я почти уверен, что вы их даже не заметите. Но когда вы возьмете что-то более серьезное, возьмете перчатку, вот тут, я думаю, как бы они помогут удержать нож в руке. И я почти уверен, что именно вот по появлению таких насечек мы обязаны именно Вильяму и Харси. Почему? Потому что если вы погуглите его тактикал фолдер, который он делает лично, то вы видите там примерно такой же клинок, немножко другую форму рукояти и ноль насечек. Но тут он делал все-таки наше сотрудничество. И я думаю, компания Фантони, все-таки это коммерческая компания, направленная на получение прибыли, она должна идти в ногу со временем, идти каким-то трендом, да? И тренд на данный момент такой, зубодробительные насечки, которые разрывают руку, он всем известен. И они поставили подобную задачу. Но Вильям Харси справился с ней, по-моему, идеально. Единственное мое нарекание на этот нож, и то это не нарекание, а скорее придирка в большей степени, это клипса. Она титановая. Она довольно жесткая. Многим не нравится, что у нее нет глубокой посадки. Мне же, наоборот, глубокая посадка импонирует. Не импонирует. Почему? Потому что нож просто становится порой неудобно доставать. А, как я уже говорил, на мой взгляд, если человек видит клипсу, если он понимает, что это такое, что это такое клипса, он не подумает, что у вас там ручка тактическая или фонарик. Нет. Он четко будет знать, что у вас там. Тем более, что на большинстве клипсов чуть ли не огромными буквами написано. Я, нож, компания, спайдерка, бейш, мы ты поехали. А если человек не понимает, ну, торчит, торчит. Что с того-то? Поэтому, на мой взгляд, все-таки глубокая посадка, это все-таки излишество. Ну, это на мой личный взгляд, это дело такое. Дело вкуса. И, тем не менее, ножик, знаете, я бы его куда отнес. Это, конечно, не спайдерка милитари. То есть, в том плане, что он немножко подороже. Ну, это все-таки не какой-то супер, не знаю, кастом, да, или какой-то очень нафуфыренный продакшн. Нет. На мой взгляд, фонтоне, это... Сейчас я опять сопру фразу из того же самого обзора на Ганзи. Это терминатор в итальянском костюме. Это великолепный нож, который действительно каждому стоит обратить внимание. И еще один момент, о котором я забыл сказать, который мне очень сильно импонирует. Вот сюда, посмотрите. Борьба с автофокусом. Видите чоэл? Нет? Дульку, как хотите. Видите? Нету. Вы скажете, ну как же? Нету чоэла. Точить же неудобно. Да, точить неудобно. Но резать. Доставать нож, ну, как бы он ни за что не зацепится. Понимаете? То есть, когда есть чоэл, ножик цепляется. И кто не цеплялся чоэлом, никогда. Вы не видите, что называется, руку. Все цеплялись. А здесь ножик такой задачей, как бы, изначально, да, что это может быть критично. Ну, я так думаю, по мнению Вильяма Херси, потому что я на 100% уверен, что он знает, что такое чоэл. Он знает, как его ставить правильно и прочее, прочее, прочее. И вот этот вот красавец, да, скажем так, что-то не обижать, лежит здесь не просто так. Вот есть ножи, которые, на мой взгляд, отвечают какому-то тактическому критерию. Ну, как-то на бумаге, да, при этом давая возможность, не давая полноценного функционала ножа его обладателю. А есть ножи, которые вроде бы как и тактические, при этом отличные ножи. И вот у нас тут перед глазами лежит реальный и живой пример. Ну, я надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр, друзья. Пока. Продолжение следует...